В беленом доме с низкой притолкой, запах дыма, раскаленных кирпичей. Его инспектор Геннадий Фролов чует за версту. Чем? Дровами? Дровами. Дровами, да? И углем, да? Да. Этому дому уже больше полувека. На стенах привет из прошлого. В углу та самая печь, которая не дает замерзнуть даже в самые суровые морозы. Хотя состояние ее оставляет желать лучшего. Через трещины может попасть искра и может произойти пожар. Хорошо. Ваш дом может сгореть. Сейчас таких домов с печным отоплением в Липецке осталось не больше ста. Все они расположены на окраинах города. В поселке Заречида, здесь, на Венере. А местные жители все еще верят, однажды и на их улице будет праздник. Хотели переложить, но обещают газ. Мы ждем обещанного. Но обещанного не один год ждут. Вот и приходится пока спасателям проводить подобные рейды. Из дома в дом они повторяют одно и то же. Нужно побелить, покрасить, прибить притопочный лист. А в ответ слышат порой совсем страшные вещи. Например, в этом доме лопнула дымовая труба. Поэтому она может завалиться вовнутрь. Хорошо, если она наружу развалится. А вовнутрь. Я зимой затапливаю углем. Я утром не встану. Но штрафовать за беспечность самих жильцов нельзя. Впрочем, как и наказать управляющую компанию. Спасатели могут лишь предложить написать заявление туда. Вот, пожалуй, и вся профилактика. Сейчас управляющие компании, все частные, а не ООО, действует 294 закон федеральный. Проверки планы можно проводить один раз в три года. Сегодня мы проводили только инструктаж. В преддверии холодов такой инструктаж спасатели будут проводить по всей области. Постучаться в дома, где еще осталось печное отопление. Благо, с каждым годом их становится все меньше. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости.